Могилёв Чарговый раз стал центром мирной бородьбы сегодня у спорткомплекса Олимпийц. Стартовал 22-й традиционный турнир по дзюдо памяти воина-интернационалиста, героя Советского Союза Андрея Мельникова. Мы каждый год собираемся на соревнования, где выступают молодые ребята примерно такого же возраста, как и Андрей Мельников. Они мирно, но сильно борются над этими. Андрей боролся по-настоящему в жизни, занимался вольной борьбой в средней школе номер 28. Затем он поступил в училище механизации в Буйниче, где также продолжил заняться уже борьбой дзюдо. И два года он занимался борьбой дзюдо перед армией. В 87-м году Андрей Мельников утрапил на войну у Афганистана. На обороне вызначенной высоты разом с товарищами Могилёвец отбил 11 атак душманов. Коли кулямёт вышел со строю, хлопец поспел кинуть у гущу боевиков гранату, а ле и сам загинул от разрыву ворожей мины. На той час ему не было и 20 годов. Что такое любовь к родине? Как защищать свою землю? Престиж воинской службы. И вот в начале нашего турнира это были основные задачи. Он, конечно, трансформировался. Посмотрите, если мы раньше начинали проводить турнир в подвалах и такое было, то мы сейчас вышли на очень серьёзный уровень. Он стал мастерским. Что год между турниром пошираются? Сё лета на споборницу приехали 9 команд, а это больше за 200 удельников. Юнаки и девчаты 95-99 годов на роджении. Из Украины, Молдовы, России и всей Беларуси. Первый раз в вашей стране. Ну, приятно удивлён в некоторых моментах. Уже две победы. У меня ещё одна встреча будет за выход в финал. Ну, нельзя расслабляться ни в коем случае. Немаловажно психологически себя подвести к каждой встрече, потому что это играет очень большую роль. Именно психологически. Потому что ты можешь быть сильнее соперника, но если ты психологически слабый, ты ему проиграешь. Ещё до встречи. Настрой только на перемогу Майя и Могилёвец, Дмитрий Менько, сребранный призёр минулых юнацких олимпийских гульня у Нанкини. Там и первый соперник одразу одоленный. С поборницей непросто махчимость набраться в опыту. Это самый важный старт. Это отбор на... Ну, это если я выиграю, я буду ездить по турнирам за государством. И нет для меня неважных турниров и стартов. Всё важно. Спортсмены, которые сейчас выигрывают соревнования, они достойно могут представлять свои страны на международной арене. Практически все призёры получат право участвовать в ряде международных стартов, которые потом уже в дальнейшем приводят к первенствам Европы, мира и Олимпийским играм. Дальше в Могилёвскую область на споборницах представляются 36 спортсменов. Уже завтра турнир будет подводить выники и станут вядомы имёны всех переможцев. Яны отримают медали, дипломы и грошовые премии. А так само специальные призы от Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Лепшая команда в свою чергу отримает Кубок турниру.